Тяжелый пепелац Друзья, всем салам! Рад опять поприветствовать вас с берега Каспийского моря. Мы в очередной раз собрались на нашей даче, чтобы приготовить сегодня одно из моих любимых азербайджанских блюд с таким говорящим, интересным названием джизбис. Для этого мы взяли говяжью печень, сердце, бочки, бараний курдюк, и как вишенка на торте, это наши бараньи кишочки, которые придадут особый пикантный вкус нашему блюду. Так, начнем с нашей пленки. Удаляем пленку. Чтобы она получилась более мягкой. Так, нарезаем нашу печень. Мы все будем нарезать кубиками, примерно, ну размер какой вам сказать, ну два сантиметра на два сантиметра. Примерно вот так, значит, полоски. Ну так. Так, примерно вот такими кубиками, два на два, и отправляем нашу печенку в посуду. Так, переходим к сердцу. Берем наше сердечко, разрезаем его вот таким вот образом. Одновременно проходим курс анатомии. Так, теперь так же, примерно как и печень, разрезаем на куски, ну грубо говоря, да, два на два кубики. Так. 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 Так, сердце отправляем в отдельную посуду. Смотрим, что у нас на очереди. Почки. Берем наши почки. И мы их тоже должны почистить. Так. Так. Вот таким вот образом. Удаляем лишнее. Так. Нарезаем так же. Примерно такими же кусками. Два на два. Так, отправляем наши почки в печенки. Так, остались наши кишочки, бараньи кишочки, которые придадут особо пикантный вкус нашему блюду. Их тоже нарезаем вот такими кусочками. Так, наши кишочки. Бараньи кишочки. Настоящий джизбэйс, друзья, обязательно должен быть с бараньими кишочками. Так, отправляем их тоже к нашим печени и почкам. Так, чтобы перемешать. Вот так, осталось нарезать наш курдюк бараний. И вот такой вот кусок мяса, который посоветовал нам мясник. Это внутренняя часть. Находится где-то между печенью и почками. Что-то такое. Но он посоветовал, придает тоже особый вкус. Так что это тоже по совету нашего мясника нарезаем. Вот тоже такими же кусочками. Так, это дело мы отправляем к нашему сердечку. Так, теперь нарезаем наш курдюк. Вот как обычно. Вот такими сначала пластинами. Потом тоже на кубики. Как и все остальное. Два на два. Так, курдюк играет здесь двойную роль. Значит, он и как источник жира, как масла. То есть, на чем мы будем все это дело жарить. И одновременно он является как и составляющим нашего блюда. Так, теперь переходим к нашим овощам. Овощам, то есть, речь идет о картошке и луке. Берем наши картофелины. И нарезаем их точно так же. Примерно все одинаковым размером. Значит, кубиками два на два. Вот так. Так, картошечку нарезали. Отправляем это в нашу миску. Так, переходим к луку. Лук мы нарезаем крупными кубиками. Ну что, готов. Отсылаем его в свою посудку. Так, друзья. Теперь нужно нашу всю эту красоту мясо посолить, поперчить, подготовить к саду. Вот так вот берем соль крупненько. Не жалеем. Вот так вот солим. Вот так. Так, открываем наш сундучок. Достаем нашу основную приправу. Черный душистый перец. И вот так вот обильно, не жалея. Вот так, сами. Я думаю, достаточно. Так. И теперь ручками. Нашим дедовским способом. Так, печенка и почки готовы. Теперь сердечко. Сердечко, наше сердечко. Сердечное сердечко. Вот так. Соль, перец. Все впитывается. Хорошо от души. Все, друзья. Наше сердечко и печень готовы. Теперь оставляем их минут на 10-15. И займемся розжигом нашей печи. Так, друзья. Наш сад основательно раскалился. Теперь мы запускаем сюда наш курдюк. Вот так по кругу. По всей плоскости. Вот он. Он начинает шкварчать, как говорится. Иначе мы чего добиваемся, чтобы максимум вытопить из него масло. Сад очень раскаленный. Из-за этого видите, как он буквально на ваших глазах золотится, поджаривается. И, соответственно, масла с него уходит максимально много. Он становится все красивее и красивее. Обратите внимание. Главное, его не пережарить, ребята. Еще минут 5, я думаю, и все. Можно его убирать. Все, друзья. Время его снимать. Значит, аккуратненько его перекладываем на наше блюдо. Вот так. Он еще, как говорится, свою роль полностью не сыграл. Так. Теперь очередь дошла до нашей картошечки. Мы ее сюда вот так плавненько высыпаем. Посмотрите, какая красота пошла. В раскаленном масле наша картошка начинает шкварчать. Все, друзья. Наша картошка основательно подрумянилась. Мы ее тоже снимаем. Отправляем к нашему курдюку. И у нее тоже будет вторая роль. Так. А теперь в это расхоленое масло мы в первую очередь отправляем наше сердечко. Наша сердечко, которое заждалось в своей очереди. Вот так. А теперь послушайте. И вы поймете, почему это блюдо так называется. Джиз и быз. И вы, как 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 вы посмотрите как сердце моментально доходит так друзья наше сердечко уже подходит пора уже добавлять сюда печень с почками печенку бочки и как вы помните баранья кишочек это придаст особый пикантный вкус добавили и конечно же лук как я чуть не забыл так вот распределяем равномерно так вот так вот тщательно перемешиваем друзья у нас печенка и почки доходит очень быстро так что я думаю минут еще десять и наше блюдо будет готово печеночку ребята просто улет на лбу мягкую печенька не мягкую сочную на время обалдеть улет все ребята наше мясо нашло почти отправляем сюда сейчас картошечку с нашим курдюком так все вместе перемешиваем так все раз попробуем очень вкусно но соли мало добавим и я еще думаю ребята может добавить немножко красного перца именно для остроты черным у нас уже достаточно красный даст остроту нашим блюдом так все достаточно так друзья такое вкусное но очень жирное блюдо нужно обязательно разбавить немножко вот такими овощами сделаем хороший салатик салатик по-бакински помидоры и зелень острый перчик и все потому что такое жирное блюдо нужно обязательно кушать с какой-то зеленью растительность и все вот 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 хапку нашу зелень так крупная неврежда а мужские блюдо мужское нежности не терпит для вкуса и для красоты конечно добавляем рейхан его еще крупнее нарезаем красота не про так наши я думаю штуки три четыре острых жгучек перца будет самый раз так кучку все это дело отправляем наш салат так заправим наш салатик немножко масла виноградным уксусом хорошенько перемешаем блюдо готово полностью ребята все прошу к столу приезжайте к нам на пшон обязательно угости вас таким блюдом